Доброе утро, Полтава! Здравствуй, Украина! Сегодня у нас на доброе утро я пригласил Евгения Мартосенко. Причина очень простая. Мы уже с вами знакомы с Евгением. Я делал интервью. Да, пожелайте доброго утра полтавчанам. Евгений, почему я вас хотел бы услышать, и полтавчане в том числе. Вчера был круглый стол в облдержадминистрации по вопросу частных предпринимателей. Вы были инициатором этого круглого стола, вы пытались в начале недели что-то делать, общаться с властями областными. Какие результаты вчерашнего круглого стола? Ну, я вважаю, что результаты вчерашнего круглого стола практически нулью. Влада заслухала наши протести, взяла пропозиции, но на этой встрече была глава прокурального комитета развития экономики Полтавской области. Но у них никаких, скажем так, не было решений и решений этих вопросов. То есть они взяли наши бумажки, которые привезли к Верховной Ради, сказали, что они не отвечают, они никакие вопросов не могут решить и могут помогать только тем, что инициировать, поддать заявление до областных депутатов и до Верховной Ради с теми пропозициями, которые мы вынесли. Ну, это не самое страшное. Самое страшное, это то, что на сегодняшний момент вняты мораторий на то, чтобы страховали предпринимателей. И там суммы достатно значные, близко 100 тысяч гривен на однородние. То есть, если приватный предприниматель не показал двух-трех работников, которым будет зарплата, то ему, скажем так, начислить помогу 200-300 тысяч гривен за одного работника по 100 тысяч. Мне кажется, это занадто, и Влада могла бы сделать, чтобы хотя бы на какой-то термин, ну, не проверять эти, скажем так... Ну, логовики были вчера кто-то представительного логового? Так, логовики были. И они подтвердили вот эти цифры, о которых вы говорите, что они готовы действовать в таких размерах, штрафовать? Они сказали, что есть законы, которые они будут выполнять, и они не смогут никак не проверять приватных предпринимателей и предпринимателей нашей Полтавской области. И будут какие-то штрафы кабальные, то физ. особи будут вызываться через суд, и, я так понимаю, ей нужно будет продать все, навіть квартиру. Жень, в цифрах, сколько на сегодняшний момент частных предпринимателей существует, сколько из них приняли решение закрываться? Я так понимаю, тысяча зареєстрована в Полтаве, в нашем месте, где-то близко 48 тысяч зареєстровано, из них подалось заяву, 26 тысяч, это сказали податковцы. Это уже больше половины? Так, это больше половины, и все не кинуть. Мне не понимают, чем это закончится, а это, в первую очередь, податки для Полтавской области, так как они платят для местного бюджета. В цифрах сколько они платили налогов? В 2015 году они платили близко 500 миллионов. В 2016-м показателей еще не будет. Но в 2015-м цифра шаломляющая. Да, 2 миллиарда платили податки. Но на сегодняшний момент получается эта цифра... Вы знаете, я не володяю цей информацией, на жаль, податковцы ее не сказали. И мало того, когда задалось вопрос, скажите, пожалуйста, вирогидность, яка люди будут меньше платить, или что с этими цифрами, они нам не ответили, на жаль. Они сказали, что они такой информацией пока не володят. То есть они даже не предполагают вообще, скрывают? Я думаю, они знают, но просто не могут сказать, мне кажется. Кто из властей был вчера на круглом столе все-таки? Ну, в володе не было никого, не было тех людей, которые могут решить вопросы предпринимателей, хотя бы на местном уровне, для помощи. То есть представителей города не было, хотя обещали, что они приедут. Андрей Анатольевич при мне обещал, я видел, я слышу. На жаль, и Андрея Анатольевича не было, он был где-то на селекторе, он не смог бы сказать, например, поэтому мы работали с людьми, которая отвечает за правильный комитет, Ирина Сергеевна. Результаты плачевные? Ну, результаты обещанки, но результат, на мою думку, нуль. Никто из предпринимателей не получал четких решений, никто из предпринимателей не получал то, что он надеялся получать и приходил туда. Как вы думаете, что власть дальше, будет ли что-то делать, и что именно будет делать? Ну, вот, ну, вынесут они на сессию этот вопрос? Если честно, я, ну, не знаю, я не могу отвечать за владу, но на сегодняшний момент это нуль. Поговорили и все закончилось. На сегодняшний момент это нуль. Я думаю, они все-таки инициуют, надеюсь на это, что инициуют, хотя бы вынесут решение на обл.раду. Ну, я могу, до речи, сказать, что я и сам буду поддавать это решение. До обл.ради буду идти на сессию, буду выступать, буду закликать депутатов, как это делать, потому что это податки на Полтавский область. Взагалі, это життя других людей. Меня еще не торгует, что эти люди, которые закрыли 28 тысяч, свой маленький бизнес, свой маленький бизнес, они пойдут и станут на, скажем так, на биржу, на попеченье влады. Тобто, им будут платить деньги, и тут они в этот час, пока не закрывали, им влада ничего не платила, а сейчас потребуется будет платить им компенсации, субсидии и все остальное. Какие действия вы дальше сами предполагаете? Вот вы как гражданин, как инициатор вот этого всего. Какие действия вы предполагаете дальше совершать? Ну, я понял, что что-то будете на областную раду писать, какое-то письмо, предложение. Звернение, то, как мы писали, что податки изменят, все то, что было в 2016 году, там перечень, все, что поменялось, просто нужно было вредить. В подгрунте на сегодняшний момент для того, чтобы изменить податки, не было. У нас мы стали жить уже в 3,5 раза практичные предприниматели, бизнес вести им очень тяжело на сегодняшний момент. И поднять в 2 раза практичные податки, это, я считаю, несправедливо. Несправедливо то, что, скажем так, такие штрафы, величезные штрафы. 320 тысяч – это предпринимство, до 100 тысяч гривен штраф за неформирование працовника, приватному предпринимателю. Это очень большие штрафы, непомерительные. Скажите, вы приняли решение обратиться к областным властям. А к городским вы обращались или планируете обращаться? Ну, настолько мне известно, городская, скажем так, городская влада, она все равно подчиняется, подпорядковывается областной владе. И они имеют связок, хотя мы слышали, что влияние они даже не имеют. Я не понимаю, как это и почему это. Мы до миссии тоже будем вертаться и продаваться. Простите, если они, хотя бы на местном уровне, изменили податки, хотя я знаю, например, место Карловка, воно изменило податки на землю, изменило те податки, которые они мили. По месту? Так, они изменили. У нас, на самом деле, миссия влада, на певно, не понимает, и какая будет ситуация. Если изменилось, будет очень хорошо. Очень благодарен. Скажите, я видел первый раз, когда вы приходили в облдержадміністрацию, была какая-то инициативная группа. Это не все. А остальные предприниматели, они готовы прийти вместе с вами? Есть ли смысл? Может быть, это как-то всем надо собираться. Я знаю, на сегодняшний час, предприниматели, которых мы закликали прийти, которые просили прийти, на жаль, настолько боятся, они говорят, что нам уже ничего не нужно. У них упадок, скажем так, морально достаточно высокий. Но я думаю, что на сессию прийти много людей, мне кажется. На областную сессию? Я думаю, да, отстойте свои права, прийдут люди, будут какие-то вопросы, если выйти, будут просить депутаты, чтобы они долучили сюда все. Я подам відповідное решение до депутатов Верховной Ради, мне знакомиться. Попробую еще так. Вы обращались к депутатам Полтавским. У нас есть в Полтавской области восемь, по-моему, депутатов. Вы знаете, на жаль, жодного депутата областной ради на цей причине не было. Я тоже не понимаю, почему. Вы по областной говорите. Я понял. Я говорю за депутата Верховной Ради. Я еще не звертался, но, я думаю, буду звертаться. И сегодня буду в Киеве. Буду все вопросы решать. Ну, мы понимаем отлично, что депутаты Верховной Ради, как и более низких уровней, они подвержены всяким политическим влияниям. Веяниям. Они в каких-то фракциях. Вы этого не боитесь? Вы спокойно на все реагируете? Ну, на что-то на все. А вы не мониторили в других областях, как честные предприниматели себя ведут? Есть ли такие же самые попытки? Звичайно есть. Уже подвижка пошла, да? Звичайно есть. И я так понимаю, в 20 числа в Киеве будут збираться приватные предприниматели, будут заслуживать свой протест. Вы тоже там будете? В 20 числа так, я думаю, буду. И приватные предприниматели будут там тоже. Скажите, на прошлом интервью, когда мы с вами разговаривали, вы уже подозревали, что будет такая ситуация. Вы это озвучивали и понимали, что у вас на предприятии, на котором вы работаете, тоже будут... Сокращения у вас уже начались или еще вы держитесь? Пока держимся, пока еще не произошло так сильно. Но проверки заплановлены. Все равно уже, да? Так, так. То есть люди, не исключено, что останутся без работы и пойдут опять же на бежу? Вы знаете, я не хочу прогнозуровать або сказать, я думаю, это через какой-то певный час мы все увидим. Все, все увидим. Но ситуация будет очень плачевная. В первую очередь, что касается приватных предпринимателей до местного бюджета, будет плачевно. И податки, мне кажется, с меньшинства будут закриваться, и, ну, если мы видим, на сегодняшний момент сколько закрилось больше половины Полтавской области и это не конец. Если вы сейчас идете в податковую инспекцию, там черги по 300-400 человек стоят, и неможливо закрититься. Я не знаю, до чего это приведет. Мне кажется, малий бизнес вообще так будет закриваться. Такой коллапс получается. Ну, так. Когда ситуация в стране достаточно погана, нужно уменьшить податки, навантажение, чтобы люди начать развиваться, захочевать. Эти программы, которые озвучивали на круглом столе, что есть какие-то программы, которые помогают заимствам, для них не важно. Для них важливы основные податки, они платят. Какой же цель все-таки инициаторы этих законов, вот этих изменений в такую сторону преследуют? Как вы думаете? Неужели они не понимают? Может, мы чего-то не видим, не знаем? Знаете, боюсь подумать, развалить взагалі малий бизнес. Я не знаю, до чего это приведет. Мне больше ничего не напрошивается. Ни никаких думок больше по этому вопросу не маю. Я не знаю. Мы увидимся через два месяца, через три. Если влада на него не отвечает, я надеюсь, что влада отвечает на это все и принимает решение. Я понимаю, что моратория не может на сегодняшний момент наложить. Моратория это не значит нет. Это все равно будет предполагаться, что дальше это все-таки возобновится. Это можно было бы делать, я понимаю, что есть, но это делать поступово. Но это делать, когда хотя бы рік был стабильности. Я это все понимаю, что нужно делать, потому что девальвация гривеней произошла, и это нужно делать. Но сделайте это не в этом году. Хотя бы рік, чтобы была стабильная валюта, чтобы люди до этого привыкли, чтобы, скажем так, у них экономическая ситуация немного улучшилась. А потом потихоньку вводьте законы, поднимайте податки, потому что это тоже нужно делать. Но не так миттево, не так, скажем так, суттево, как на сегодняшний момент. Потому что люди виживают, а чем это закончится, мы увидим. Есть что-то сказать еще? Хотел бы сказать, если нас тут будет смотреться, чтобы приходили до областной рады и отставили свои права. 28 февраля будет... 28 февраля? Да, за месяц будет областная рада на рада. Приходьте, будь ласка, отставьте свои права. Ну что, все в наших руках, поэтому я присоединяюсь к словам Евгения. Только мы сами можем что-то изменить. Чем больше нас придет, чем больше мы будем говорить об этом не на кухне, не в кафе за чашкой кофе, а публично выступая. Мы сможем чего-то достичь, чего-то хорошего, положительного. Большинство из нас все равно думает об Украине. Ну, всем тогда удачи, здоровья и держимся. И не просто держимся, и не просто шепчемся. Выходим и говорим. Всем удачи, здоровья. Буду ваще. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok